Даже в Донбассе, на самом деле, не была предопределена эта ситуация, эта война. Потому что она, во-первых, недаром называется гибридной. Без участия России она бы никогда не случилась, но и Россия без участия местных кланов никогда бы не решилась на это вторжение. Россия вторглась только туда, где было целиком и полностью, она имела лояльные элиты на местах. Это был Крым и Донбасс. В других регионах, во-первых, не было таких тотально полностью лояльных России. Во-вторых, да, смотрите, ну Харьковщина и Дейщина очень важно, там все-таки нет такой урбанизации. Донецкая область, эти шахтерские города, они были центром вот этих настроений. Там население было очень разочаровано. В результате вот закрытия шахт, экономического кризиса люди ненавидели Украину, потому что они помнили, как в 90-х все закрылось, все перестало работать. Сам по себе Донбасс, он сформировался, как советский такой промышленный регион, и он не мог выживать, нормально функционировать в условиях рынка. Поэтому в условиях рынка он, как говорится, заныпав, да, то есть деградировал, и, соответственно, вот эти депрессивные, депрессивная реальность, она сформировала антиукраинские настроения. В других регионах такого не было, потому что, ну, даже при всей там пророссийскости самого Харькова и самой Одессы, например, уже в Одесской области, много сел вообще, где по-украински говорят. То есть за пределами Одессы эта пророссийскость, она заканчивается, например, на Одессе, да, за пределами Харькова точно так же. Харьковская область вообще очень украиноязычна, даже я не представлял насколько. Да, вот эти маленькие райцентры там говорят или на суржике, или на украинском языке, и особенно туда, который ближе к Полтаве, и поэтому, ну, опять же, там не было такого, да, если по Донецкой области вот эти все города, они стали прямо вот Горловка, да, вот крупные города, Горловка, Инакиево, Макеевка, там, Красный Луч, они стали прям такими гнездами, да, вот этих всех тоже сепаратистских организаций, то в Харькове, там, в Одессе, по сути, были какие-то движения в самих городах, но в области это уже все, это иссякало, там не было никаких серьезных настроений, на которые могла бы опереться, например, там, да, Россия, поэтому там совершенно другая реальность. Вот если будет какая-то нестабильность в Киеве, вот здесь начнется очередной какая-то, какая-то история, да, которая, политический кризис, который может там расколоть Украину. Что-то похожее перед тем, что... Тогда, условно говоря, вот в этих региональные элиты могут, как бы, заволноваться, проявить, опять же, какое-то желание, там, да, обособиться, автономизироваться, и если они еще призовут на помощь крышу в виде, там, кремлевских вот этих всех формирований, то тогда, да, тогда может повториться донецкий сценарий там. Но для этого должны звезды совпасть, да, вот, как бы, как это случилось в 2014 году. Очень много факторов совпало. Сейчас, ну, вот это маловероятно, да, потому что мы видим, Россия все равно, как бы там, кто что ни говорил, она действует по определенному алгоритму. Это не беспредел вот тотальный, да, Путин не ввел войска в Киев. Он вводит их только туда, где он понимает, ему нужно какое-то прикрытие. Он понимает, что он может прикрыться какой-то местной, условной, там, самообороной, в кавычках, там, ополчением. Он знает, что там, где будут там встречать какие-то местные, там, ваташки, которые будут согласны играть роль этой ширмы, где будут местные элиты, которые смогут обеспечить какую-то, да, создать какой-то референдум провести, чтобы обеспечить легитимность, да, вот прикрытие какое-то легитимное того, что происходит. Путин же напрямую не действует, как прям вот оккупант, да, вот классическая оккупация, как, грубо говоря, Гитлер делал, да. То есть он не ввел просто войска, да, то есть ему нужна легитимность. Даже Крым, как они делали, то есть они все равно проводили референдум, там, рассказывали, что вот же, это ж люди сами сказали и так далее. Поэтому вот он по беспределу, я думаю, они не будут действовать. Ему нужно, чтобы вот совпала ситуация, как она совпала в 2014 году. Поэтому просто так вот ворваться в Харьков, я не верю, что это произойдет. А вот если что-то произойдет здесь, начнется какой-то конфликт, не дай бог, да, то может быть все, что угодно. Закарпаттия – это регион, который очень оторван от России. То есть туда никакая подмога из России прийти не может, а европейские государства… Нет, это, я думаю, это исключено, потому что Евросоюз все-таки это совсем другая реальность, там другие правила действуют. И, ну и опять же, Венгрия, простите меня, это далеко не Россия. Ну, как бы там ни было, Венгрия – там крошечная страна с 10-ти миллионным населением, для которой Украина, как Россия. Да, это и Венгрии надо нас бояться, а не нам. Если нам еще и Венгрию бояться, ну извините. А вы можете об этом в России? Да нет этих действий никаких как таковых, понимаете. Вот том-то и дело, что нет никакой политики. Вот такое впечатление, что все пущено на самотек. Ну, во-первых, конечно же, должна быть политика, я считаю, какой-то реальной помощи. Вот сейчас у нас как? Помогают всем, но какими-то копейками. В итоге эта помощь, ну, там, зачем мне, грубо говоря, бы мог там сходить, что-то оформить, ну, зачем мне там 500 гривен. Уже подсчитано, что если бы эту помощь, просто вот эти объемы денег, которые там помогают переселенцам, если бы их, например, не раздавали всем, а, например, вот определили там 2000 человек, дали им квартиры, 2000 семей в год получают квартиры. Это было бы намного эффективнее. То есть людям бы давали реальное жилье, тем, кто в этом нуждается. Я бы отказался от каких-то денег в свою пользу, мне ничего не надо. Вот я бы за то, чтобы кому-то лучше помогли, вот так вот помогали по такой схеме. И я считаю, что, конечно, государство должно, вот как его, я был в Грузии просто, и видел, как там это делается. Там есть Министерство по делам беженцев, и оно, вот они строят целые городки для них. То есть они строят жилье для тех, кто там, переселенцы. Там целые городки. Вот я приезжал, и мы посещали прямо в 15-м году, мы ездили в такой городок. Это маленькие коттеджики, они построены, и там, конечно, это никакие не хоромы, но, тем не менее, это полноценное жилье для людей. Я, конечно, считаю, что Украина должна спасать своих граждан, вот оттуда. Украинцы должны здесь, наше правительство должно вот эту программу, на нее направлять какие-то деньги, и говорить, что вот мы каждому, ну, в какой-то период можем обеспечить жильем тех, кто оттуда согласен ехать в Украину уже постоянно, и здесь будет на ПМЖ. То есть государство должно вытаскивать своих, мы должны спасать своих сограждан. Естественно, ну, как бы, тем более, смотрите, какая история, да, у нас во многих городах небольших есть пустующее жилье, есть целые дома законсервированные, да, которые стоят там, какие-то недострои, долгострои. То есть это все решаемая задача, решаемая задача, которую, ну, нужно просто решить. Конечно, это не жилье высшего класса, но я вам скажу, что многие переселенцы были бы рады чему угодно. Просто многие люди оттуда не едут, потому что некуда ехать, и даже 3000 на аренду квартиры они себе позволить не могут потратить. Поэтому, если бы просто людям дали хоть какую-то хатынку, где-то, конечно, там даже не в областном центре, а где-то в какой-то области, да, там в каком-то райцентре, то это было бы уже для многих очень здорово и хорошо. Ну, вот такая ситуация, да, помогите мне переехать. То есть я вот не могу сам это сделать, дайте мне какой-то, ну, либо стартовый капитал, либо жилье, да, вот что-то. Дальше как бы сам все крутись, тебе дали подъемные, пожалуйста, вот приезжай, покупай, либо вселяйся в жилье, и дальше уже, ну, извини, сам там ищи работу, все, дальше ты просто живешь как полноценный обычный гражданин Украины. То есть тебе помогли переехать, ну, а дальше уже как бы тебя же не могут всю жизнь за руку вести только потому, что ты когда-то жил в Донецке. То есть я считаю так. Добиваться на международном уровне, давить, давить в том числе экономически, накладывать санкции, безусловно, это все нужно делать. Но, по-моему, это единственный путь, да, потому что все остальные, ну, на словах просто все говорится, конечно, много говорится хорошего, но я вижу, вот по крайней мере, да, вот сейчас прошло три с половиной года, и все, что говорили, ничего же из этого как бы никуда не продвинулось. И сейчас мы уже все прекрасно понимаем, что пройдет и четыре года уже скоро, да, и дальше там где четыре и пять лет, и на самом деле ничего не поменяется. Да, безусловно, я надеюсь там побывать, мне было бы это интересно, но жить в Донецке я уже не хотел бы. Ну, я думаю, что я не буду. Это такая для меня уже перевернутая страница, то есть и большинство людей, которые, мои земляки, мои знакомые, друзья, которые выехали, они, в принципе, так и говорят, что после того, что случилось, мы уже туда не поедем. Понимаете, это определенный стресс, да, то есть, смотрите, город того, который был в тринадцатом году, его нет и никогда уже не будет. То есть, есть какие-то там, ну, улицы, да, те же самые дома, но город это же не дома, да, это город, это люди, это атмосфера определенная. Вот этих людей, которые были, их уже нет, многих нет в живых, многих там просто они уже как бы, да, они куда-то уже уехали навсегда. То есть, если я сейчас приеду в Донецк, например, сейчас, вот у меня появится такая возможность, мне не с кем будет там даже встретиться, выпить кофе, потому что там нет моих знакомых, родственников, друзей, там никого нет, все уехали оттуда. И, то есть, это не город, да, тот, не тот Донецк, в котором я жил в тринадцатом году. И он уже этим Донецком не станет. Поэтому невозможно уже вернуться, да, туда, откуда как бы уже все, точка невозврата пройдена. Поэтому я думаю, что вот и люди так и говорят, что все, мы уже здесь, у нас уже здесь сформировалась наша жизнь, наш круг знакомств, работа, все. Возвращаться куда? Ну, как бы опять начинать все сначала, а теперь уже там, ну, это абсурдно, нет смысла. Такие стрессы, они преодолеваются тоже очень тяжело. Я же был вот в прошлом году, я был в Хорватии, мы ездили как раз вот в Вуковар, вот в те районы, где шли боевые действия. И вот там в конце девяностых еще все закончилось, то есть они вернули себе эти районы, но до сих пор Вуковар считается бедным регионом, то есть он до сих пор не пережил. Там тоже все поменялось, то есть там вернулись другие люди, туда, да, там люди живут, они отстроили дома, но там совершенно поменялось, да, и вот этническая, как бы баланс этнический, да, жителей там стало, конечно, гораздо меньше сербов, больше хорватов, хотя изначально было там наоборот. То есть многие уехали, многие не захотели возвращаться, то есть, ну, это очень серьезная в стряске, и до сих пор там есть дома, вот едешь и видно, которые разрушены войной, на которых следы от снарядов, хотя прошло там, ну, 17 лет, 18 лет. То есть не так просто пережить это, то есть война, это потом, это на десятилетие, и представьте, да, если завтра можно вернуться в Донецк, а кто даст гарантию, что это все не повторится, кто туда поедет вкладывать серьезные деньги, строить заводы, я не знаю, я не представляю себе этого. Ну, вот в этом-то и дело, что вот сейчас эта дискуссия, да, она поднимается, то есть вот, и мне кажется, что вопрос войны, это ведь не вопрос даже уже возврата Донбасса, это вопрос не пустить дальше, да, то есть, потому что если не будет фронта завтра, то что будет? Просто, ну, появятся эти танки в Днепре, да, в Харькове и так далее. То есть это не вопрос уже даже отвоевывания, это вопрос какого-то заграждения. Ну, вы же видите ситуацию, она вот, она вот так и законсервировалась во многом по тому, о чем вы говорите. Потому что реально все, ну, в какой-то, замерли в той ситуации, когда видят, что нет решения. То есть и Украина понимает, что, а как возвращать, а как, что, те не хотят возвращаться. И я думаю, что если эта ситуация еще вот пару лет продлится или больше, если просто провести всеукраинский референдум, то люди, жители Украины, они просто скажут, что все, давайте уже поставим точку, мы не претендуем на эту часть, это уже все, отрезаны ломать. Ну, если затянется эта ситуация еще, а она уже затянулась, то я не вижу вообще перспектив возвращения. Победить Россию, пока она там, вряд ли. Это, я расцениваю, как крайне маловероятный шанс. И, ну, я думаю, поэтому и нет, да, военных действий. Потому что даже, условно говоря, западные партнеры, они ведь, ну, как бы не поддерживают это, они все настаивают на деэскалации конфликта. Никто не говорит, идите вперед, что-то отвоюйте.